Мёрзни, мёрзни, волчий хвост. Россия показывает Европе, как та должна была замёрзнуть прошлой зимой. А более современная Подмосковья показывает, как должна была замёрзнуть нынешней. Поставлять ничего не будем, как я сказал. Вне рамы. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно, только одно. Как в известной русской сказке приговаривают, мёрзни, мёрзни, волчий хвост. Кто же всё-таки заморозил Подмосковье? Кто главный отморозок, а кто бьётся, как рыба об лёд? Мы жители из подмосковного города Воскресенское. Микрорайон Ценбиган. Обращаемся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин, мы жители номер 10 по улице Маховой, посёлка Новозавидовский. Вынуждены обратиться к вам за помощью, так как мы до этого же обращались к губернатору Игоря Рудени. Карла Маркса 47А, второй подъезд. Четвёртые сутки без отопления. Подъезд замёрз полностью. Весь дом замёрз, весь дом без отопления. Разорвало все батареи. Вот такой, четвёртый день. Вот в таком состоянии подъезд. Все подъезды дома. Вот так всё это выглядит. Кстати, Владимир Зеленский попросил российские активы, замороженные, передать Украине. Может быть, россияне просто обиделись и неправильно слово «замороженные» поняли. Решили отомстить, как могли, по своей территории. Ты знаешь, будут симметричные ответы, это абсолютно точно. А нам есть, что морозить здесь, да? Вот здесь надо разделять эту часть на то, что называется, то, что заморожено, потому что заморожено там у нас. И будет разморожено только вот на какой-то паритетной основе. Подмосковье почти замёрзло, но им на помощь пришёл Путин. Путину пришлось даже отжать патронный завод у официальных собственников. Пришлось. Собственники, которые якобы плохо управляли котельной, и из-за этого в Подольске замерзали люди. Подольск – это под Москвой. Нет, замерзали на самом деле, и это, наверное, самая реальная часть всей этой истории. Даже батареи лопались от мороза. И перестали замерзать только когда Путин национализировал Климовский патронный завод, который управлялся бывшим охранником Путина и полковником ФСБ. По очереди управляли заводом. Видимо, традиция такая есть в России управлять по очереди с полковником ФСБ. Хороший ход перед выборами, правда? В целом, вот такое решение, быстрое спасение. Прилетел Путин в плаще супергероя. Ну, на самом деле, не прилетел, но сделал вид, что прилетел. И спас всех людей, которые замерзли. Кто до такой ситуации довёл вопрос, который потеряется в гуще комплиментов? Город Электросталь, восточная сторона, находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Электросталь замерзает, а пользуемся отопительными приборами всевозможными. В домах находиться невозможно. Замерзаем! Все думали, что секретное оружие России ядерное, а выходит, что холодное. Мороз не раз меня спасал, может сказать Путин, потому что такая ситуация не только в Подольске, но по всей стране. Мёрзни, мёрзни, волчий хвост. В конце 23-го года в России трёх офицеров ФСБ обвинили в получении взятки в 5 миллиардов рублей. В Подольске на систему ЖКХ в год тратят 2,5 миллиарда рублей. А могли за эти деньги купить полтора офицера ФСБ. Я редко встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками, и они часто смотрят на меня, говорят, я не верю, это ты или не ты. В Московской области на фоне этого пиар-компанию проводит губернатор Воробьёв. Ничего не решает, но ходит с очень деловым видом. Нет, нет, уже горят. Приедешь, приедешь. Нет, нет, уже горят. Утром, да. Шестер. А мы что-то, блин, хотели? Мы подняли к интернету. А решать-то ничего ему нельзя, потому что во всей этой ситуации герой должен быть один. Ну, или один и все его двойники. Я не знаю, как они это делают. Дальше все посыпалось, как карточный домик. Саратов, Новосибирск, Волгоград. Пока последние жертвы генерала Мороза. А патронные заводы есть не везде. Поэтому не все можно методом отжатия решить. Словом, единственный случай, где ситуация с отоплением, ну, вроде как, решилась, это вот только там, где можно было что-то отжать еще не отжатое. В Подмосковье. К слову, произошло самое ужасное. Ветераны СВО остались без отопления. И такое уже не выдержать. Муж участник СВО. Да, СВО. Расчищается сейчас нашу страну. Да я бы ездила замерзать. Да у нас здесь много людей. Куганска, Санецка, Запорожская область. Да лучше в подвалах жили, там и то лучше. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ну, а вот в следующем видео трагедия происходит в два этапа. Радиаторы холодные. Обогреваемся газом. Во всякий случай воды набрали. Отопление наше. Одна комната более-менее еще держится. Ну, еще ненадолго хватит, наверное. Батареи, к сожалению, холодные. Так, а после этим людям отключили еще и свет. И это не такая уж и глубинка. Это подмосковный Дмитров. Люди вышли подписать петицию. Вон милиция уже приехала. Не дают ничего делать. Вон, приехали. Быстренько прислал. Ты бы лучше нам так быстрее отопление дал бы, как вот ментов прислал. Крушатся подъезды, батареи, все мерзнет. Но тут появился вариант спасения. Губернатор разрешил не платить за отопление, которого нет. Я считаю это победой. Серьезно сообщаем. Мы ее снимали. Снижали температуру намеренно. Потому что для того, чтобы нагрузку сниженную по горячей воде дать на отопление. Более, жилье. А даже, что? А это Химки. Страна победитель. Мороз в русофобии не обвинишь и ракетами не попадешь. 10 января, 24-й год. ЦТП 1407. 9 мая, дом 17. Дом. Смотрите, что здесь творится. Дед Мороз сейчас съезжает с постоянного места жительства, потому что боится, что обвинят именно его. Он и так уже иноагент. А вот Омская область осталась частично без света, но потом и без отопления. Все дома темно. Даже в детском саду. Следим дальше за всем вместе. Не забывайте подписываться на канал мой и канал 24-го. И, конечно же, ставьте лайк этому видео, ведь тогда Ютуб поймет, что его нужно показать как можно большему количеству людей. Ну и, конечно, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok